Запорожанка Елена Русинова рассказывает. Пару дней назад решила приготовить на завтрак овощной салат. Огурцы и помидоры купила на стихийном рынке, прямо возле дома. Последствия не заставили себя ждать. Буквально через, наверное, полсуток прошло, все. Меня жутко поднялась температура. Я слегла, мама не знала, что со мной делать. То есть через каждые минут пять, наверное, тебя тошнит, ты не знаешь, что делать со своим организмом. Потом, когда уже более-менее полегчало, мама отпаивала бульонами, имбирным чаем, то есть она у меня спец по народным средствам, и через время стало легче. Медики говорят, чаще всего причиной отравления становятся товары, купленные на стихийных рынках. Чтобы выяснить, насколько безопасно приобретать продукты на официальных базарах, телеканал МТМ решил провести собственный эксперимент. В лаборатории рынка мы попросили проверить помидор на наличие нитратов. Натираем образец продукции, измельчаем его и ставим на три минуты. Показания на приборе должны быть меньше отметки 200. Этот образец показывает 11. Если выявляется повышенное содержание нитратов в продукции, тогда продукция не допускается в реализацию. За этот сезон, вот в этом месяце было два случая превышения нитратов в дынях. В дыне составлены акты, и продукция не допущена. Самыми опасными в разгар лета инфекционисты называют молочные продукты. За ними идет мясо, а также овощи и фрукты. Все эти группы товаров, говорят, на рынках проходят особый контроль. После проведения экспертизы выдается экспертный высновок. Срок действия экспертного высновка – это один день. Если продукция, которая с длительным, и есть условия для его реализации, если она соответствует, дальше продляется. Поэтому отметка будет с продлением. Медики советуют проверять у продавцов наличие всех документов на товар. Также рекомендуют обращать внимание на упаковку продукта. Там должны быть написаны условия хранения и дата изготовления. Больше 65% случаев возникновения кишечных инфекций у наших людей связаны с нарушением хранения в домашних условиях. То есть люди сами готовят эти продукты, не соблюдают условия приготовления, не соблюдают условия хранения, длительно хранят эти продукты. И потом в результате этого получается неприятная ситуация в виде острых кишечных инфекций. Если избежать проблем со здоровьем не удалось, врачи советуют не заниматься самолечением и вызвать скорую. Каждый пациент имеет своего семейного врача. Вот к нему обратиться, посоветоваться и врач поможет. Также медики рекомендуют не покупать еду на пляжах. Она может быть уже просрочена, либо не проверена в лаборатории. Если соблюдать эти простые правила, то тогда после обеда или ужина останется только хорошее послевкусие.